В Омске самая теплая погода, хоть и дождь. Я сравнила, в Челябинске холоднее, даже в Барнауле холоднее. Всем привет из Омска. Мы в Омске переночевали вообще шикарно, отлично. Было тепло, хотя всю ночь шел дождь. Видите, погода какая и облачная. Но я думаю, нам даже это на руку, потому что будет ехать попрохладнее, не жарко. А сегодня нам надо добраться в Челябинск. Там я уже забронировал гостиницу. Вы видите, что за гостиница. Ну и дорогая, не поможет. Не, нормальная, да, по ходу движения, потому что нам все равно на одну ночь. Ну все, с Богом. Ехать нам 919 километров. А вчера сколько мы до этого? О, сейчас скажу, а вчера мы проехали 888 ровно сюда доехать. Мы даже больше сегодня. Да, сегодня больше нам предстоит ехать. И сегодня усталость будет больше чувствоваться, чем вчера. Нам может привыкнуть. Потому что, во-первых, ну, куда, куда, куда? Я жду, наверное. Во-первых, так все равно не отдыхнешь, как дома. То есть, как бы, гости это хорошо, но дом есть дом. Ну вот у них, наверное, главная улица. Не знаю, как называется, посмотреть. Проспект Карла Марца. А мячи, кто здесь живет, скажите, это главная улица или нет? Потому что, видишь, вот здание, как у нас на площади Октября. Да, похоже, похоже с Барнаулом, да, чем-то есть. Камера стоит. Да, камера стоит. Вот заезжаем на мост, а потом будем двигаться направо. И эта река, Наташа, как называется? Оппи. Это Оппи, да. Проезжаем через Оппи. Один в один город Барнаул. Ну, у нас таких мостов, правда, нет через центральную часть города. А, куда? У нас фактически на одной стороне. А мы на какой, на, по какому мосту на даче есть? Барнаул находится на одной стороне практически. А здесь, на двух сторонах город находится. Тут, наверное, несколько мостов. Время 9 часов по нашему, 8 по местному. И мы выезжаем. 17 градусов тепла на улице показывает. Прохладненько. Наташа, посмотри, какая улица впереди широкая. Конгресс-холл какой-то у них. Континент. Лента, вот она. Ну, а я думал, мы переехали на другую сторону. Здесь уже окровенно, оказывается, что нет. Вообще, как бы, очень сильно Умска похож на Барнаул. Прям сильно. Порой, кажется, где-то в районе Малахова едут. Но у них вот такая интересная архитектура. Вот эта наверху домов. Смешная. Есть такое. Да, на многих домах почти. Да, вот какая-то такая. Причем, ну, это тоже современные дома. И вот так на горизонте. Вот, Анумск. Целая куча заводов. Трубы одни, трубы, трубы. Дорога хорошая. Это какой тракт? Ты же говорил, как производится. Газпром. Бензинчик 50-40. И смотрите, сколько много машин стоит. У нас полный бак. Мы вчера залили. Да, 49 сколько? 49-90 вчера залили. Поэтому, ладно. Пока проедем. Отъехали мы 100 километров. Дорожка нормальная, кстати, вообще. И не очень трасса забита. Но зато пасмурно у нас. Дождик идет. Моросит маленький. Кругом болото. Эхранная зона. А вот какое-то интересное болото. Вот так березки, березки просто везде. И на той стороне тоже. Да. И написано, осторожно, образование тумана. Какое-то глобальное болото проехали. Проезжаем Тюкалинск. Газпром. Мне здесь заправочка 54-80 и 50-65 бензин стоит. Два года назад вот в этом Тюкалинске мы с Сашкой комиссаром, с Димкой комиссаром поехали туда прямо. Надо было налево. И тут, кстати, сразу были гаишники стояли. Сейчас, слава богу, вроде нет никого. Да, вот мы доехали до этого места. Доехали мы до кафе Три Семерочки, где жарят очень-очень вкусную рыбку. Сейчас Наташа попробует ее. А тогда мы вот здесь ночевали, с левой стороны. И тут ничего не поменялось, как обычно. Рыба жареная есть, судак. Туалет, извините, не работает, как и было два года назад. Ничего не меняется. Ну, заказали мы на 960 рублей. Короче, вышел наш заказ. Две лапшички куриные. И две порции рыбы, хлеб и чай. 960 рублей все это. Ну, сейчас будем ждать. А туалеты у них, к сожалению, только такие. Я, кстати, два года назад их показывал. Там жесть. Сейчас проверю, так же или нет. Ничего, ребята, не меняется. Так же это решетка железно-металлическая. Жесть, блядь, просто. Я, конечно, дико извиняюсь, что вам показал такую дичь. Но, чтобы знали, как у нас на дорогах сервис работает. Ну и после туалета, извините, сейчас покажу вам, что нам принесут на обед. А время, кстати, по барнаульскому времени без 20.12, по местному без 20.11. В принципе, 200 километров прошли. Нормально идем. Пока рыбки нет, да? Ну, шачка, пожарится. Пока только супчик. А ложечки, вилочки? Да. Там надо было брать. Нет, почему? Принесете? Конечно. Спасибо. Спорт-клуба Наташ, смотри, какую порцию нам огромное притащили. Ни черта себе. Я же говорил, надо было одну порцию брать. Не съедим. Просто. Сейчас я схожу за компанию. Ну и как тебе, рыбка? Очень вкусная. Ну, интерьеры, конечно, прямо аутентичные. Знаете, какие-то. Но зато вкусно готовят. Ну, еда, как бы я вообще куриный суп не очень, но очень вкусно. И порции огромные. Поэтому пришлось одну порцию забрать с собой, где-нибудь по пути покушаем. Отъехали немного и на заправке. В Газпрому остановились в туалет сходить. Потому что я показывал, там туалет не для девочек. Так, ну, у меня чуть-чуть больше, чем 10 литров и зарасходовали. Сейчас заправлюсь, раз все равно стоять. Поэтому заправлю, наверное, пятнашку. Влезет пятнашка или нет, скажу потом. Ну, а пока через Тиньков заправляемся. Ну, что, заправляем. Вообще шикарно. Единственные Газпромы спасают, чтобы сходить нормально в туалет, да, что-нибудь там прикупить такого легенького водички там или перекусить. Ну, и, конечно, заправиться. Цена здесь 50 рублей 85 копеек. Ну, вот влезет у меня пятнашка или нет, сейчас посмотрим. Должна влезть, потому что прошли мы уже больше 200 километров. Ровно 300 километров прошли. И, как обычно, будет 1499. Смотрите. Почему-то до конца не доливают последнюю капельку. Вот 1499. И все. Заехали в Тюменскую область. И здесь, смотрите, у нас продолжается дождь. Погода нелетная. Поворот на Ишин. Вот здесь нас гаишники тормознули. И гаишники как раз Наташ подъехал. И опять на том же месте. Да, на том же месте. Мы вот здесь поворачивали. Два года назад здесь ехали. И мы заезжали в этот Ишин для того, чтобы там купить все-нибудь в магазинчике, перекусить. И нас гаишники здесь тормознули. И вот они опять. И я опять их снимаю. А в тот раз тормознули, потому что я их снимал. Ну, ладно, мы туда не поворачиваем. Мы прямо поедем. Не будем дразнить гаишников. Объехали мы Ишин. И движемся в сторону Кургана. 330 километров. Бензин здесь, смотрите. 52,60, 92 стоит. Цены намного выше. Смена водителя. Смотрите, остановились здесь одни степи. Галимые степи. И на улице уже прохладненько. Зато машин мало. Красота. Проехали мы сколько? 514 осталось. Проехали 400 километров с небольшим. 500 километров. Е-мое, еще больше, чем проехали. Да, время по Барнаулу без 15.3. Вперед. Добрались до Курганской области. Это какая у нас уже область по счету? Но самое интересное, что пейзажи не меняются вообще. Не, ну болот меньше стало. А то просто не болото, а болото. Да, и сейчас тоже он в степи. Озера были. Сейчас вот вроде не надо. Дорога зато за ямки сотрек. Да, Курганская область, все дороги же изменились. Похоже, дороги стали. Там были вроде нормальные. Здесь вот такие степи и дорожки. Не очень и везде. Облака, облака. Не заряд батареи. Наконец-то первая Русьнефть. Представляете, с Барнаула ехали. 50-45. Да, нормальная цена, кстати. Но до этого не было. И смотрите, над Курганом какие. Да, Мишка. Знаменитый Мишка. Там вообще темным темно. Там, помню, проезжали это место. О, это женщина с Алтайского края ездит. Решила тоже, наверное, сфотоваться. Или куда она? Причем она... Она одна едет, да? Да, одна. Какая слева красота. Смотрите, полевая. Ух ты, там даже еще и гроза. Вообще. А, и нам до Кургана еще 150 километров пилить. Второй съезд. Да, второй съезд, значит, мы прямо едем. Курганская область, погода, дрянь. Дороги, дрянь. Дороги вообще ужасные. И область, похоже, дрянь. У тебя, это, с левой стороны фуры на тебя наезжают, ты начинаешь право уходить, а там ямы. Все огромные. Все колесо может попасть и отвалиться. Подъезжаем к Кургану, дорога лучше не стала. Можно сказать, она стала даже еще хуже. Вообще кошмар какой. Просто жесть. Лавируем, лавируем, вылавировать не можем. Потому что обезжали ямы, забыли снимать. Да, ну, тут невозможно. Я хотел поспать, чуть-чуть отдохнуть. Нереально, потому что бубук, бубук. Еще дождь лил. Сейчас хоть дождь закончился, более-менее обогнали машинки. А так вообще невозможно ехать. Дороги в Курганской области паршивые. И вот он. Табол, да. Два года назад мы с мужиками здесь остановились. Как раз сюда вниз. Спускались и купались. Да, мы там готовили себе обед. Супчик сварил Сашка нам. Овощное? Нет, не овощное. Из консервы. Из банки 2-3, наверное. И дорога, смотрите, здесь. Кошмар. Нет, два года назад была лучше дорога, ебога. Вон, видишь, какой Табол. Очень-очень неполноводная речка. Заросшая. Заросшаяся камышом, да. Добрались мы до Газпрома. Сначала заправка в районе Кургана, в Обездной. Стоимость здесь 50 рублей 60 копеек. Западаем еще 30 литров. Будет полный пак. 32 литра залили. Остановились за заправочкой. Я вот здесь варганилстолб. Такой у нас. У нас огурчики, помидорчики. Это все мы Лере везем. Помидоры. Там дальше картошка, лучок. Как настоящие родители из деревни везем дочки в город. Продукты со своего огорода. Так и у нас получается. Ну а пока мы сейчас... Наташа пошла за кофеем. А я вот чайку сейчас налью. Маленечко перекусим. Вон там вдали, видите, Стелла. Курган. И все. Двинем уже до Челябинска. Я думаю, без остановок. Потому что время уже 4 часа по местному времени. По-нашему 6 часов. Я думаю, часов 7 по местному мы должны быть уже в Челябинске и заселяться в гостиницу. Потом покажу, что за гостиницу мы выбрали. Заплатил я за нее 3000 рублей. Это со скидкой. А вот там курган написано, видишь? Вот так там. Скажи мне, сколько я сейчас проехала по ужасной дороге. Ужасная была дорога, но хоть сейчас покушаем. Успать давай. Странное тесто. Странное, нормальные пирожки. Оранжевые. Такое. Курган? Я запомню, курган по дорогам. Паршивые дороги, да. Погода, кошмар. Даже смотри, они умудрились вот здесь, видишь, провалилась у них. На заправке даже. Действительно, наверное, здесь воды близко, как ты говоришь. Дорога такая из-за этого. Да? Я же не похвастался кепочкой. Это мне Лера на день рождения подарила, видите? Burn to be. И вот он, вот он, курган, вот. Но мы в него не поедем. Вот, на право Екатеринбург, кстати, можно было туда поедать. А, мы могли этой дорогой поехать. Но мы поедем на Челябу. Мы поедем на Челябу, а от кургана у нас только вот такие ощущения останутся. Да, вообще? Дождик с плохими дорогами. Ну, с эляви. Может быть, когда-нибудь еще тут поедем. И будут уже другие впечатления. Походу, Курганская область закончилась. Потому что пришлось одевать даже очки. И смотрите, какая дорога здесь. Шикарно. А в Курганской области лил дождь, как будто действительно. Район Мердера и Мердера, как правильно скажите. Ну, а здесь уже в Челябинскую область заезжаем. Более-менее погодка. Хотя дождик тоже был. Ну, и дорога хорошая. Я, ребята, поспешил. Хреновая дорога продолжается. Там небольшой участок был километров 10, наверное, и все. А здесь вот такая хрень пошла. Причем встречных очень много грузовиков. Ну, вот и доехали мы до реверса. Получается, 165 километров. Не доезжая Челябинска, значит, здесь реверсивные полосочки. Будем стоять. Мне так хочется, чтобы это Челябинская область. Это район всего лишь какой-то. Да? А что это такое? Шумикинский район. Шумикинский район. Ё-моё, когда шумики... Ну, в принципе, вот такие вот березки плотными рядами. И елочки иногда плотными рядами. Все. Подъезжаем в Челябинску, заправились на Газпроме. Не получилось через интернет заправиться, потому что интернета, ни хрена, нет здесь. Слабенький вообще ешь, как говорится. Что на Тинькове, что на РТС. Я даже сим-карты переставил, представляешь? Но и все равно... Понимаю, они у них опустоплата. Пришлось... Да, и причем у них предоплата. Вот сколько ехали, это первая заправка, которая по предоплате... Через 700 метров камеры на 50. Да, скорее бы уже добраться. Надоело ехать сегодня уже. Вон грузовиков сколько? Мы, короче, походу в Челябинск до утра не попадаем. Это просто кошмар. Все. Ты по своей полосе доедешь? Ну да. Ну просто там... Ну там даже не видно, где они заканчиваются. Наконец-то поехали встречные машины. Точно там реверсивное движение. Подстава подстав. Уже могли быть в номере гостиницы. Отдыхать. Наташа пить пивко могла бы. А я себе настоечку взял. У нас такая вкусная рыба, что я мечтаю о ней. Судачок у нас остался вообще классно. Но нам приходится стоять. Так, по километру рыжу проехали уже почти... А это нет, это не то. 1789. Ну, 1800 километров, короче. И затратили вчера 60 литров, затратили. И сегодня 62 литра потратили бензина. Неплохой расход. Теперь только добраться до гостиницы. Все, мы заехали в Челябинск. Так. Дальше. Всем привет, видеоблог. Да, да, да. Это видеооблог. Да, да, да. А мы по встречке не меня, понимаем, да? Нет. Зачем? А ты куда едешь? По навигатору едем. Короче, будем сейчас искать ночевку. У-ра-ч-е-ля-бинск. Челябинск. Так, суровые мужики. Надеюсь, вы тут. Я вас тут увижу. Город трудовой доблести. Пока только комары у нас. У них на гербе верблюд. А меня слышно? Да, тебя тоже слышно. Всем привет, всем привет. Все, все, все. Въехали в Челябинск. И вот мы в Челябинске. Вот это ТЭЦ-3 мы проезжаем. Ну, эти трубы они прямо на входе встречают. Вот написано. ТЭЦ-3. Уфа прямо, Екатеринбург прямо. Да. Ну, мы завтра уже в Уфу поедем. И до Казани доберемся завтра. Сейчас нам надо, все-таки, наверное, гостиницу. Доехать куда-нибудь. Посидеть. А-а-а, трубы. Челябинск настолько суровый, глядя, что здесь по мосту вообще ездить невозможно. Жесть. И они решили его отремонтировать. Пустили реверс. Жесть просто. Снимаем, вон, какое озеро, и что это такое. Пусть нам челябинцы расскажут, как они такой мост допустили до такого состояния довезти. И что это за... Это что это? Озеро, озеро красивое. Это у озера большое, огромное, красивое озеро. И куда упал метеорит? В это озеро или нет? Мы-то не знаем. Это загадка. Вон, смотрите, на той стороне. Красота какая. Дома высокие, высоточки. Нет, ну тут просто... Это временно. Ой, ладно. Вот он наш отель. Наконец-то мы добрались. Это действительно что. Подустали с этими пробками. Смотрите, какой у нас здесь вокруг окружает интерьер. Коротой. 28А, короче. Ленина, это отель Меридиан. Сейчас будем смотреть. Показал? Показал. Прям в Колумпуре. Прям в Колумпуре, да. Как там эти башни назывались? Минара. Минары. Прям Минара. Искали, искали. А тут винзавод рядом. Винзавод. Время полдевятого по местному. Так что нормально. Собираем вещи, пошли. Поехали спать. Вот такой холл здесь. Шикарный отельчик. Такой. Большой. Все, регистрируйте. Здравствуйте, нас зарегистрируйте. Столько этажей в этой гостинице. Ничего-то, кстати. Вообще прилично. Наташа боялась, что здесь будет бомжатник. Какой-то. Какой-то. Я же не видел, на чёрте. На карте. Нет, по близости нет. Центр горшка. Это центр. Центр, вот именно. А может, что-то. Да, время еще девяти нет, уже темно. Нет, без смерти заводов даже никак. Я тебе говорил, нормальное место, я же посмотрел по карте. Давненько мы в русских отелях не жили. Завтра вниз по лестнице. Завтра посмотрим еще, чем нас накормят. Пока едем, сейчас будем номер изучать. Сделаем, как это называется, шоу-рум. Хотя нет, шоу-рум это связанное с покупками. Когда мы в Адлере с тобой в октябре жили. Тоже же российская. Нажимай кнопочку. А какая там у нас была гостиница? Ну, в Адлере мы жили с тобой. Там тоже забыл. Ну, там какая-то не гостиница. Нет, мы жили первый раз в гостинице в Адлере, а потом в Сочи мы поехали в апартамент. Там жили. Смотри, как у них тут круто. Раз-завтра, сноулик прям. Завтра годом. Цивиль. Это прям центр считается вообще. Это она мне сказала. А, кто-то промзонок. Это челя... Это челя... Это челя... Это челя... А, это рыба, рыба, рыба. Она и засмеялась. Говорит, какая-то вам промзонок, это центр челяли. Пошли, пошли туда. Заходим. Направо. Направо еще. И вон наш номер. О, тут прям по-модному. Так прислонять надо вообще-то. А, нет. Это не Гонконг. Помнишь, ты в Гонконге? Да, не надо, не тракт-то как-то. Да, нет, наверное, свет надо. Немножко есть. Пахнет, да? Чуть-чуть. Наташ, пол провалился, пол даже за три. А ничего, свет здесь, похоже, и не включается, потому что здесь нету люстры. А здесь вот такие штучки специальные. О, надо пол провалился. Ну. Блин, я боюсь, лишь бы только матрас не проложила. Ну, чистенький? Да, чистенький. Вроде чистенько все. Балкона нет у нас? Он подуставший, да, подуставший. Балкончика нет. Ну, вот сейчас включим, и будет светло. Хорошо. Телевизор, как ты хотела есть. Давай, окно откроем. Во, проветрим. Наташ, тут балкончик есть. Только как на него попасть, непонятно. Ну, вот так-то. Ладно, давай сейчас обустроимся помаленечку. С нашего разрешения буду этих шлюпать. Перекусим. Так, давайте глянем, что у нас тут за ванная комната такая. О, нормально, шторочка, душ. Почти как в Таиланде. Здесь тоже. Анитаз. Полотенечки есть. Да, я видел, я же его открывал только что. Да, да, да. То есть наверх они не открываются, правильно? Да. Ну, сделай, пускай она открыта будет. Давай, все, раздеваемся. Раздеваемся. Вот такие мы красавцы. Нашли халаты еще, представляете? Оказывается, здесь еще и халаты включены. Поэтому Наташа вообще... И белые тапки. И белые тапочки, да. С белыми носочками. Есть тут мини-бар. Мы его сразу не заметили. Ну, правда, пила нет, зато и сок, пепси, минвода, орешки, шоколад. И вот такие расценочки. Да, вообще нормально. В принципе, вообще прилично. Ну, шкаф такой, халатики вот были. Можно одеялко взять. Нет, вообще, мне нравится. Тапочки, салфетки для чистки обуви. Для чистки обуви. Ну, там может показаться. Там, кстати, зубные пасты. Да, щеточки сейчас. Ну, только если будет пол непроваленный пол. И нет, проваленный пол. Ну, а так все нормально. Короче, сама гостиница подуставшая. Все остальное. Ну, молодцы. Очень даже прилично. Сервис есть. Сервис есть. Ну, давай, с приездом. Хорошо, огурцы не будут. Сырекуты. Давай, чин-чин. Ой, за приезд. На, кушаем. Мы будем уже в спадке. Все, давай, в спадке. Так что все, завтра встретимся. Завтра нам предстоит еще 960 километров до Казани проехать. И там мы маленечко задержимся в этой Казани. На две ночи будем исследовать Казань. Всем спасибо. Наконец-то. Хоть какое-то путешествие. Или не одна езда бесконечная. Ну. Неохота уже походить. Кстати, я бы и в Челябинске походила. У нас на это время. Например, завтра на машине. Проскочь. И, кстати, эта гостиница, я думала, она находится среди какой-то промзоны и заводов. Ну, ты это сказала. И девушка засмеялась и сказала, вообще-то мы в центре. Короче, я позволю сказать. Нормально.